А ведь о том, что бездействие союзных властей приведет именно к таким последствиям во всех республиках, Нурсултан Назарбаев предупреждал задолго до того, как кризис союзно-хозяйственной экономической деятельности проявился во всем своем величии. Весной, в целом еще относительно стабильного и благополучного 1989 года, в Москве состоялся первый в истории СССР съезд народных депутатов. По сути, это был первый созыв Всесоюзного парламента, где собрались народные депутаты от каждой союзной республики и где голос представителей народа каждой из них звучал с трибуны Кремлевского дворца съезда. О какой власти сегодня можно говорить, хотя говорим 4 года уже? Ее нет на самом деле. Надо также законодательно разрешить местным советам от уровня района до республики приостанавливать решения любых ведомств любого ранга, в случае, если они приводят к экологическим осложнениям и угрожают безопасности здоровья населения в данном регионе. Советская власть к тому моменту уже пережила пик своего застоя, а партийные органы управления страной по-прежнему пребывали в стадии прогрессирующей деменции политического сознания. Но Горбачевская перестройка поменяла многое. Уже приветствовался плюрализм мнений, другими словами, в СССР появилась свобода слова, а сама политика начала становиться поистине медийным продуктом, чем вполне успешно, произведя всесоюзный фурор, и воспользовался председатель Совета министров Казахской Советской Социалистической Республики, народный депутат Советского Союза и руководитель казахской делегации съезда Нурсултан Назарбаев. Первый съезд народных депутатов СССР стал первым столь масштабным политическим мероприятием советской эпохи, которая транслировалась по всесоюзному телевидению от начала и до конца, без какой-либо цензуры. Да коли республики будут ходить с протянутой рукой в московских кабинетах? И если прежде главный рупор информпропаганды, программа «Время», ну или вот газета «Правда», например, обходились скупой констатацией фактов, мол, состоялся такой-то съезд, на котором выступили товарищи такие-то, которые отметили то-то, то теперь все можно было посмотреть в прямом эфире, начиная с открытия и заканчивая завершающим словом. Перестройка и гласность как-никак. И первый съезд народных депутатов в СССР стал первым, по сути, политическим реалити-шоу, которое собирало у экранов миллионы советских граждан. Чтобы посмотреть его в гости к тем, у кого дома были телевизоры, приходили соседи и знакомые, не имеющие телеприемников. Политический блокбастер не оставлял равнодушным никого. Даже дети, которые, казалось бы, вообще не интересуются политикой, поражались тому, насколько иной стала риторика выступлений по всесоюзному телевидению. Действуя методом слона в посудной лавке, министерство уничтожили орал, и Кабастуз засыпает золой степь. Нефть не служит тем, кто ее добывает. Для различных полигонов отчуждены земли животноводов. О компенсации речи нет. Особо хочу сказать о Семипалатинском ядерном полигоне, действующем с 1949 года и начавшем взрывы сначала в атмосфере. Население вокруг с тех пор возросло в четыре раза, но военные готовы убедить нас чуть ли не в полезности его для здоровья людей. Столь откровенное, смелое и даже во многом дерзкое выступление народного депутата казахской СССР Назарбаева вызвало неподдельный ажиотаж и существенное оживление взаим. С трибуны Кремлевского дворца съездов он говорил о том, о чем думали многие, но еще не отваживался сказать никто до него с этой трибуны. И говорил он так, как большинство, так и не осмелятся сказать после. Уж слишком могущественной и влиятельной накануне своего заката была Коммунистическая партия Советского Союза, которая, несмотря на начавшуюся перестройку, гласность, разговоры о демократии и переходе к рыночной экономике по-прежнему оставалось не политическим объединением, а монолитным госорганом, единолично управляющим огромной страной. Она контролировала все ветви власти сверху вниз по вертикали. Под ее влиянием находились министерства и ведомства, отделы и управления, совхозы и колхозы, фабрики и заводы, производственные тресты, газеты, радио и телевидение. Одним словом, вся жизнь огромного государства управлялась КПСС. Только партия могла назначать и сменять руководителей, которые должны были принадлежать только ей и только ей подчиняться. И только партия определяла стратегию и тактику всех действий власти от Москвы до самого отдаленного села. Она же, партия, забирала у всех все и распределяла это все среди всех. И чаще всего распределяла по очень несправедливому принципу. Горбачевские реформы, на которые поначалу возлагались большие надежды, в стратегическом плане ничего не изменили. Прошло 4 года перестройки, а союзные министерства не позволяют еще предприятиям пользоваться даже сверхплановой продукцией, даже отходами и вторичными ресурсами, нефтью и углем. А все остальное, чем позволено владеть Казахстаном, составляет лишь 7% объема промышленности, а остальные 93% отчисляют от своих прибылей республики лишь 1%. Недовольство союзных республик политикой центра, который, несмотря на перестроечные реформы, продолжал держать страну в ежовых рукавицах партийно-плановой бюрократии, не позволяя ни политических, ни экономических, ни хозяйственно-административных вольностей, росло как снежный ком. Говоря о неэффективном планировании и о несправедливом распределении ресурсов, Нурсултан Назарбаев, конечно, выражал позицию многих республик, но прежде всего он отстаивал интересы свои. Ведомственный диктат привел к тому, что богатейшими сырьевыми ресурсами, пользующиеся на мировом рынке повышенным спросом, наша республика оказалась в тяжелейшем положении в своем социальном развитии. Субтитры создавал DimaTorzok